Доброе утро, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои любимые подписчики! Сегодня у нас замечательная погода. Это называется, когда говорить нечем, мы разговариваем о погоде, правда? Но сидим мы сегодня с Максимом в беседке. Погода просто чудо! Наконец-таки у нас вернулось тепло, и мы этому радуемся. Даже вот сегодня я приготовила обед, и мы сейчас с Максимом вышли во двор, и сейчас мы кушаем. К сожалению, фестиваль в городе я никуда не могу идти. Вот суббота-воскресенье Ариша работает, и я в субботу-воскресенье сижу с Максимом дома. Но вот завтра понедельник-вторник-среда у меня выходные, фестиваль еще два дня будет, и я думаю, что, может быть, завтра я где-то прогуляюсь, пройдусь и, может быть, что-то поснимаю. Правда, в прошлый раз мне Ариша немножко поснимала я это, но, к сожалению, невозможно все показать, потому что не разрешается на ютубе музыку, не разрешается никакие песни, это все не положено, поэтому я там сняла вот предыдущее видео, вы, наверное, смотрели, и я там снимала и вставляла свою музыку. В общем, все, что было звуковое, я все это удалила и поставила просто музыку, которую разрешено. Вот. Сейчас мы будем с Максимом кушать. Я сварила пельмешки и сейчас мы покушаем, а потом я еще с вами немножечко поговорю. Тебя буду снимать, да, говорит, ты меня будешь снимать? Да, как ты хорошо вот кушаешь. У Максима ободранный нос, девочка его в саду толкнула. Есть у нас в группе такая девочка, которая любит драться. Вот. И что-то они не поделили, и у Максюши вон отпечаток на носу. Сегодня я решила мальчику сделать праздник, раз погода хорошая, и мы обедаем в беседке. Приятно. Ну, зачем ты так делаешь? Но так же некрасиво, дорогой мой. Сварила пельмешки. Максим очень любит пельмешки. Вот. Поэтому я сегодня сварила их и себе положила кетчуп и какой-то соус там с грибной. Он такое не ест, а вот кетчуп он очень любит. Может быть, для такого ребенка, которому еще четырех лет нет, нельзя такое, может быть, кетчуп. Ну, он немножко, но он очень хочет, он очень просит и очень любит. Но я думаю, что все, все, что идет на пользу, думаю, немножечко можно. Не дается же там целыми этими самыми огромными порциями кушать, а немножечко, думаю, что можно. Вороны у нас тут каркают, у нас очень большое дерево у соседей, и вороны тут бесконечно у нас летают. Ну вот, мы с Максюшей пообедали, и я еще ему разрешила немножко погулять, потому что очень хочется ему погулять. Мы сегодня вышли как-то поздно. День не задался, прямо вот с утра. Ожидала двух своих знакомых, которые должны были приехать за своим заказом, но не пришла ни одна и ни другая. И не позвонили. Вот, но не люблю вот так необязательных людей, да, ужаса не люблю, когда вот так вот... У каждого, каждый ведь рассчитывает свое время. И если ты пообещал, то надо выполнить, либо надо позвонить. А если б мне надо было куда-то идти? Так, где-то я светлее буду видна, интересно. Вот, даже я не знаю, где я светлее. В беседке обычно темновато получается снимать видео. Вот так вот мы просидели с Максимом очень долго дома, потому что я не хотела выходить на улицу. Думаю, что потом, если кто-то придет, потом его бросать одного. Он тут любит в запчасти залезть, куда-то в мусор залезть. Вот такой вот ребенок. Ну, это же ребенок, правда. В городе фестиваль я сижу дома. Ну вот завтра уже, наверное, куда-нибудь обязательно выйду. Так хотелось там сфотографироваться. У нас стоит рояль интересный возле фестивального. Красивый такой, какой-то зеленый. Не знаю, из чего он сделан. Завтра, наверное, подойду к нему туда. Ну, это, в общем-то, это только планы на завтра. Аришка вчера пришла с работы, говорит, пусти меня съездить на проспект, на площадь Победы. Там какие-то будут ансамбли выступать. Я говорю, ну, здрасте. Целый день я с Максимом, и теперь опять тебя отпусти. Говорю, ложи спать его, он заснет, тогда я тебя, тогда можешь пойти. Так, 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 как лучше. Вот. И, ну, отпустила. Ну, понятно, молодая девчонка еще. Ну, так вот жизнь не сложилась. Хочется пойти погулять. Я вспоминаю, как я тоже растила Лену. Была одна тоже. Мы с мужем как-то разошлись очень быстро. Он, значит, мы с ним поженились еще до армии. Потом он ушел в армию. С армии я его ждала. Пришел, и как-то он стал выпивать. Ну, я бы не сказала, что он был пьяницей. И так иногда с получки. Но я очень нетерпеливо к этому относилась и отношусь. Если придет выпивший домой, для меня это было все. Это была сплошная война. Поэтому я сказала так, что, ну, не хочу, чтобы мой ребенок видел отца, который выпивает. И мы с ним быстро разошлись. Ну, как-то Леной еще было 3 годика, и его убил сосед, зарезал. Я как-то даже вам рассказывала, девочки. Но я думаю, что многие не смотрели эти видео. Вот. И я очень долго жила одна. С Леной растила одна. Но хорошо тоже мне бабушка помогала. Я работала. Но у меня работа была более такая вот недлинная, как у Ариши. Я работала с полдевятого до четырех. Каждый день. Два выходных у меня было. Поэтому я уводила Лену в сад. И сама приводила. Никого не обременяла. И потом уже, когда и Аришка у нас уже родилась, у Лены, тоже у меня я много лет отработала в кинотеатре. И вот при такой работе, ну, вот, теперь машина начинает греметь. Ну, проезжай, проезжай. Не шумеет. Вот. И я в кинотеатре работала. И у меня, да, я говорю, полдевятого до четырех я уже дома. И я уже помогала тоже и Аришу растить. Вот такая вот у меня была жизнь. Должна прийти ко мне Людусину. Тоже что-то вот ее нету. Она, наверное... Она обычно во второй половине дня. Потом мы с ним посидим. Она, видно, ждет, пока я Максима спать положу, чтобы уже спокойно можно было посидеть в беседке, попить кофе, поболтать. Вот. А то я уже написала в Вайбере, что день у меня не задался, настроение у меня плохое. Приходи, поболтаем. Вот. Ну, вот, наверное, хватит мне уже с вами разговаривать. Вы все время мне пишите, почему я не каждое видео появляюсь в кадре. Ну, так, знаете, бывает такое, что вот, ну, нет настроения совершенно вот показываться или надо побыстрее снять видео. Вот бывает так, что привезла заказ, и его надо скорее отдать, поэтому я так вот снимаю одни руки. Да и некоторые мне зрители пишут, что больше нравится, когда не я вот так вот показала, а чтобы я показала именно на столе, показала эти мои заказы, чтобы можно было прочитать или прочесть, и все это было наглядно, хорошо было видно. Поэтому уже стараюсь для вас, чтобы вам хорошо было. Все, пойду я Максима спать ложить. Положу его спать, а потом еще, наверное, а, там у меня аж еще и видео грузится. А я совсем про него забыла. Может, оно уже у меня загрузилось на YouTube. Пойду-ка я проверять это все, и Максюшу спать укладывать. Ну вот, моя Людуся пришла, ходит по моему саду, вынюхивает мои цветочки. Я тоже люблю по саду ходить. Тоже люблю по своему саду. Как в этой самой, знаете, как в сказке. Какая хелест. Да, сухие обрываешь. Я вроде вчера оборвала все сухие, сегодня опять. Вот видишь, как дождь их побил, так вот на них какие-то вот такие, вот смотри, Люда. Вот такие вот краешки все, вот так вот обсохшие. Не надо меня. Не надо меня, вот все не надо. Говорят, твоя подруга очень красивая. Говорит, а почему она у тебя все время прячется? Вот. Ну еще, свою подругу я еще умудряюсь как-то снять. Но другая подруга ни за что. Вот Таня вот напротив, вот эта, которая напротив в доме живет, она не боится. Вот я тут как-то выходила по городу, мы встретились, она мне даже ручкой помахала. Идет, идет ваша эта самая... Шмяк идет. Люда, я тебе сейчас расскажу, какое чудо вчера было. Шмяк прыгнул выше вот этих роз. Пойдем по кофе. Ну пошли, все, пошли, давай пойдем кофе пить. Шмяк, ты уже сегодня кушал, отвали, а там дверь открыта. Иди, иди, если хочешь, иди. Иди кушай. Вот, все, пошли, пошли кофеек пить. Люда мне тут какие-то книжки принесла. Ой, шмяк, под ноги, вот прыгнет под ноги обязательно. Такой принесла Люда мне какие-то книжки, тоже в ОС купила. Никогда не поздно. Только она получила их и пришла тут со своими книжками. Сейчас я посмотрю, что это такое. Интересно. Если будет интересно, буду брать у нее читать себе. Ну что ты. Все, давай, подруга, будем пить кофе. Мы по пол чашечки в большие чашки налила, чтобы удобнее было нести. Скажи, а меня? И меня? И меня, шмяк, коня. Шмяк, коня. Ариша его любит калашмать. Вот вам лапкой, помахали вам лапкой. Помахали лапкой, как он мне помахал лапкой по лицу. Ну все. Безобразник этот. Посидели мы с Людой в беседке, попили кофе, поболтали. И я пошла в комнату и открыла книгу. Никогда не поздно. Очень она меня заинтересовала. И я начала читать предисловия. И здесь вот мне понравилось. На страницах этой книги вы найдете практические советы, как воплотить мечты в реальность, научиться радоваться каждому новому периоду в вашей жизни и переменам, которые он за собой влечет. В ее основе лежит мое исследование по проблемам подросткового развития и моя гипотеза о том, что у каждого человека есть врожденная потребность путешествовать. Никогда не поздно. Пособие для мужчин и женщин, которые хотят многого достичь в жизни. Ну и так далее. Вот это вот мне предисловие. Мне это очень понравилось. И мне захотелось побыстрее эту книгу прочесть. Ну а как побыстрее, не знаю, как это получится. Потому что, когда я с Максюшей на улице, то мне не удается, конечно, ничего читать. Я должна смотреть, куда он побежал. Вот. Если бы он играл вот в одном месте, вот, как мои девчонки, когда они росли, вот девочки как-то более так были спокойные. И где посадил, там и нашел. Максюша нет. Ему надо бегать вокруг дома. Надо лезть куда-то в кусты. Надо что-то разбирать. Это бегунок такой вот. Но очень хочется скорее почитать. Поэтому, думаю, отложу я эту книжечку до вечера, когда все угомонятся, будут спать, а я эту книжку почитаю. Ну а на сегодня все. Вот такой вот день у меня сегодня был. Надеюсь, вам со мной было не скучно. С вами была Галина. До новых встреч, мои дорогие. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я рада каждому новому подписчику. С вами была Галина. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok